шалом наш народ в начале своего движения по пустыне столкнулся с проблемой жажда нет воды вот великий лидер учитель наш моше моисей по наставлению бога бьет по цур цур переводится как скала он бьет своим посохом оттуда выходит вода евреи пьют воду все хорошо проходит десятки лет уже в конце фактически движение евреев по пустыне та же самая проблема нет воды все устремились к муше муше спрашивает бога бог говорит ты и твой брат арон берите посох и говорите к скале пусть она даст воду ну такой неординарный случай когда ты должен говорить к скале и вот они говорят к скале выходит пару капель они понимают что нужно много воды и они как говорится по старому дедовскому методу бьют и силой выходит оттуда скала силой духовности силой бога и бог прогневался на них именно во второй раз и говорит все вы не зайдете в рецисраэль вы получите наказание здесь мы видим что казалось бы это наказание но не пропорционально самому греху с тех пор прошло тысячи лет мы поколение которое каждый день сталкиваемся с той же дилеммы взять палку силой выбить воду или говорить обратите внимание тот же самый камень по идее структура материала на этаже тут был цур там было села но два разных решения вопроса причем всевышний это просит не у заурядных евреев они заурядных великих лидеров еврейского народа и может быть поэтому муж был наказан потому что он должен был подать пример пример руководителя который невзирая на трудности не прибегает к методу силой а говорит пусть это займет время пусть это берет у человека много терпения много силой но это нужно у каждого человека внутри есть вода даже если у камня есть вода не случайно приведен камень даже из камня можно выбить что-то человек он мягкий материал эмоциональный каждому нужен свой подход если ты как лидер как глава компании кто бы то ни был ты руководитель если ты всегда прибегаешь к методу силы одностороннее решение вопроса тора не согласна с тобой дамы и господа каждый день мы можем сделать такой тренинг вот перед нами есть какое-то решение вопроса давайте вспомним нашего великого учителя мужа что у него в руках был посох с именем бога и на устах у мужа было всегда имя бога и любой подход к решению проблемы должен быть с помощью бога и дай бог чтобы мы не ошиблись в нашем выборе шалом шалом шалом